Итак, о чем мы вчера говорили? Что помните еще? Хорошо. Можно чуть-чуть поконкретнее? Так. Мы говорили о том, что апостол – это кто у нас? Посланник. И мы говорили о том, что в первой главе книги Деянин были некоторые критерии, предъявляемые другими апостолами к тому человеку, который должен был принять достоинство отпавшего Иуд. Какие это критерии были? То есть, он должен был быть с ними от начала. Начало служения Иисуса. Когда начало служение Иисуса? Погружение, которое преподавал ему Иоанн. Значит, другими словами, Иисус был крещен Иоанновым крещением. Правильно я понимаю? Есть еще раз один вопрос. Иисус был крещен Иоанновым погружением. Один сказал уже. Да. Я прошу прощения. А можно мне ответить «да» или «нет»? Спасибо. Да. Отлично. Могу вас расстроить? Нет. Я не пошутил. А? Еще раз я задаю свой вопрос. Слушайте внимательно. Был ли крещен Иисус Иоанновым крещением? Я еще раз задал этот выбор. Надо объяснить. Кто и другой? Угу. Я виделся Иоанн крестяна в пустыне. Проповедуя крещение, покаяние для прощения. А теперь? Отлично. Итак. Явился Иоанн крестяна крещением покаяния для прощения грехов. Если вы утверждаете, что Иисус крестился крещением покаяния, значит, ему было в чем? Каяться. А это, извините меня, с точки зрения христианства, ересь. Отлично. Он говорит, мне надо накреститься крещением, которое ты преподаешь, или мне надо креститься от тебя? Если бы я вас спросил, крестился ли Иисус от Иоанна, ответ бы был действительно да. А я же предупреждал несколько раз, что нужно слушать внимательно вопрос. Я же предупреждал? Несколько раз предупреждал? Еще раз, только медленно. Сколько угодных погружений вы знаете? Сколько угодных погружений вы знаете? Уже мы это сделали. Миква есть такое. Уже два. Ну, за это. Три. Спасибо. Вы же микву посчитали уже, делали. Ага, разница, не жми-ка делали. Все? Крещение самого Иисуса вы не почитали. И что, погружался в воду? Это было Иоанновое крещение? А это было крещение Нового Завета? Еще Новый Завет не начался. А он просто погружался. И он говорит, оставьте, так надо сделать. И он оставил нам принципиально образец того погружения, в которое мы погружаемся. Еще есть одно погружение, оно не описано в Библии, но в еврейской традиции оно присутствует. Твила или погружение, завершающий обряд Гиева. Итак, что мы видим? Микву, Твилу, Иоанновое погружение, погружение Иешуа и погружение Нового Завета. Всего пять водных погружений. Я бы на вашем месте записывал. Иешуа, Повер. Я дал вас просто в порядке, в котором они появлялись. Внешне этот обряд выглядит, как вы понимаете, одинаково. А как вы думаете, результат одинаковый? Нет. От чего зависит? От веры погружаемый. Так будет правильно. Да. Нет, в Писании не встречается. В религиозной иудейской практике встречаются до сегодняшнего дня. Оно вспоминается еще в Талмуде. Поэтому мы можем говорить о том, что это погружение было практикой времен второго храма. В Библии нигде не встречаем его. Если есть принципиальный подход к тому, чтобы не обращать внимание на иудейскую практику, даже времен второго храма, мы можем не вспоминать об этом погружении. Но если мы имеем какое-то понимание о иудейской традиции, истории, культуре, то мы можем вспоминать это погружение. И может, что по смыслу оно нас будет очень сильно интересовать. Итак, первое погружение, о котором мы говорим. Смысловая нагрузка какая? Ритуальная чистота. Смысл нагрузки ритуальной чистоты. А только священники? Ну, тогда расширится. Вводится понятие чистоты. Когда мы будем смотреть на служение в храме, мы будем знать, что есть, сколько понятий чистоты. Только сначала ритуальная, а затем нравственная. Ступенчики нарисовали, да? Нельзя прийти к достижению нравственной чистоты, не достигнув ритуально. Мы будем говорить в эти дни о кашруте. Знаете такое понятие, да? Кашрут. Но на самом деле библейское понятие тахор и лотохор. Чистое и нечистое. Понятие чистоты обращает нас к Богу. Понятие чистоты, оно возвращает нас к Богу. Возвращает нас. Дает нам понимание, возвращает нас. Понятие чистоты в отрыве от Бога на самом деле не существует. Понятие чистоты в отрыве от Бога не существует. Тогда существует понятие гигиена. Многие люди думают, что понятие чистоты – это в смысле чистые руки и гигиеническое понятие. То есть понятие гигиены. Но библейское понятие чистоты, оно отличается от этого понятия. Возьмем, к примеру, закон о прокаженных. Знаете такой закон? В законе о проказе человеку нужно было привести к священнику, и священник объявлял его чистым или нечистым, в зависимости от того, что он видел и как он это оценивал. Заметьте, священник что делал? Объявлял. И все окружающие люди могли, к примеру, не согласиться с ним. Имело ли их мнение вообще какое-нибудь значение? Нет. Если он говорил, что этот человек нечист, значит, этот человек становился нечистым, и он должен был вести себя как нечистый человек. При приближении к нему он должен был объявлять, что нечист, нечист, нечист. Но ему нельзя было жить в этом обществе, его общество отделяло, не мог в нем находиться. Но после определенного момента, когда человек покрывался полностью проказом, он должен был прийти к священнику, и священник должен его был осмотреть. И если не было ни одного места непораженного проказа, то есть он полностью был покрыт проказом, то священник объявлял его каким? Чистым. Подождите, он же был прокаженным. И люди могли сказать, послушай, ты должен кричать нечистым. Он говорит, ничего подобного. Вот тот мужик сказал, что я чистый. Подожди, ты не понял, у тебя на теле проказа. Он говорит, претензии не ко мне, претензии к кому? К священнику. Идите к нему и поговорите с ним. Он объявил меня чистым. Понятие чистоты – это понятие гигиены? Понятно, да? Многие люди думают, что Бог именно так заботился о евреях, что дал им закон о чистой и нечистой пище. Он говорит, послушайте, это ну, чтобы пища им не вредила. Чтобы пища именно не вредила. Поэтому Бог вот так переживал за наше рацион, что Он подбирал нам именно животных, которые мы можем кушать, и животных, которые мы кушать не можем, потому что нашему желудку будет плохо. Да, но это говорят люди, которые забыли, что все им от Него и к Нему. Писание – это богоцентричная книга. Это не человекоцентричная книга. Это не Бог, который именно заботится о том, чтобы нам было только хорошо. Эта книга указывает нам, что есть Творец, а мы Его творение должны служить Своему Творцу. Не Он служит нам во всем, а мы должны служить Нему. И люди забыли о том, что человечеству, как благословение, была дана вся пища. Открываем завет, но и смотрим. И благословил Бог Ноя и сынов его. Что Бог сделал? Смотрим благословение. Оплодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшится и трепещет вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы, а мы все, что движется, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную дают все. Что это? Благословение. Все дано в пищу. Как зелень, так и все, что движется. Все птицы, все звери, все. Все. Это как? Только выбор? Нет. Пожалуйста. Завет Ноя находится в книге. Бытие в девятой главе. Понятно, да? О чем идет речь? Что пища, которая летает, плавает, движется, перемещается по земле, вся была дана человеку как благословение. Многие думают о том, что евреи – богоизбранный народ. Многие так думают. И многие думают, что евреи лучше, чем все остальные. Да? Ну, если он нас избрал, значит, мы лучше. Ну, как? Не, ну, подождите. Но почему он меня должен был избрать по отношению ко всем остальным? Почему такое отношение? Все остальные и евреи. Это хорошее. Но почему бы так захотелось? Потому что мы лучше, чем все остальные. Что-то, ну, это я понял. Мы лучше, чем все остальные. Если мы его народ, а все остальные – не его. Если он нас избрал, а всех остальных – нет. Потому что мы лучше. Неплохая мысль. Может, он так возлюбил всех остальных, что избрал нас? Может быть, такая идея, да? Ну, точно. Знаю я, что правильный ответ – Иисус. Знаю, что точно не должен был. Послушайте, мои хорошие. Богоизбрание евреев, оно не происходило так, как об этом рассказывают, к примеру, некоторые еврейские мудрецы. Оно не происходило следующим образом, что Бог пошел, осмотрел все народы и говорит, о, вот это вот хорошее. Все остальные – не очень. А вот этот народ именно хороший. Возьму его себе. Потому что есть история, когда Бог ходил среди народов и предлагал свою Тору. Этим предложил. Те сказали, что нам не все здесь нравится. Убери эту заповедь. И тогда мы согласимся. Этим предложил. И только одни евреи согласились со всей Торой. Поэтому есть такая история, да? Ну, это братство. Первым евреем был кто? Авраам. А он, простите, по национальности был тем. Арамиянином. Другими словами – язычником. Когда он родился, не произошла картина, что все пришли и удивились. Эй, лешенько, еврей. Как в старом фильме, говорит, в Турции, говорит, такая беда, говорит, вот такие маленькие, уже турчиняки. Вот такой маленький был, а уже еврей. Родители у него были хорошие, кошерные, язычники. И родился он не обрезанно. Понятно. И мы говорим, но не всегда понимаем, что наше призвание ради отцов. Мы получили избрание и призвание не ради нас, а ради отцов. Ради Авраама и Саха Якова. Ради отцов. Ради того, что один язычник откликнулся на призыв Божий, Бог, будучи верным, произвел от этого одного народа. Это не потому, что мы хорошие, а потому, что был один, который откликнулся на его призыв. Понятно, да? И Бог нас избрал для того, чтобы мы несли определенное послание всем остальным народам. Этот народ должен был народом посланничеством. И если мы не исполняем своего послания, то мы не исполняем своего предназначения. Понятно, да? Понятно? Итак, возвращаясь к двум ступеням. Понятие чистоты – это понятие, которое обращает нас к Творцу. До сегодняшнего дня мы, по идее, должны хранить чистоту. Ну, храните себя неоскверненными от мира. То есть, хранить надо свою чистоту. Когда мы молимся, мы очень часто, по идее, говорим, чтобы Бог нас очистил и осветил. Понятие омытия – это понятие весьма специфическое. Когда люди молятся или поют о том, чтобы Бог омыл нас своей кровью, у меня такой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, вы случайно не помните, что там в храме мылась кровью? Жаль, мылся кровью? Омывался или крапился? Идея хорошая, чтобы мыть все кровью, но в храме услужения все крапилось. И краплением крови Он очистил нашу солью. Проверьте, пожалуйста, в Новом Завете, где написано о омытии крови. Посмотрите, в подсрочнике вы знаете, что имелось в виду. Имелось в виду смысл очищения. Понятно, да? Не в смысле кого-то омыть кровью, а в смысле кого-то очистить через кровь. Разница поняла? Ну, просто мы попадаем в какую историю? Это какая часть? Что у меня в руке? Как называть? А это? Увесно. Вы никогда не опаздывали к началу кинофильма? Легко было понять содержание фильма? Или приходилось у соседа спрашивать, что произошло до этого, да? Для того, чтобы понять всю картину. Если пропустить начало, не всегда будет понятен конец. Иногда люди пропускают начало и думают понять. Это вот так. Понятно, да? Мы читаем ее, как это ни странно, с конца. И это неплохо, потому что так проще понять. Потому что все, что было написано здесь, оно открывается вот здесь. И это все есть тень этого. Но для того, когда мы получили общее представление, неплохо вернуться к началу и понять, что было за начало. Понятно, да? У евреев было в свое время преимущество. Перед всеми остальными. Знаете, какое, да? Они смотрели сначала. Они это все кино смотрели сначала. А мы пришли чуть-чуть позже. И надо было спросить у этих ребят, а что же было в начале? Понятно, да? Мы иногда забываем спросить и неправильно понимаем. Конец. Ну, отчасти. Самое главное мы правильно понимаем. Некоторые детали мы неправильно понимаем. Хорошо, что хоть в главном разобрались, и то спасибо. Итак. Понятно с чистотой. Миква возвращает нас к чистоте. Я не буду вас или третировать вас. Вопрос очень простой. Мы молимся о чистоте и о святости? Да? А как вы получаете чистоту? А какая разница между чистотой и святостой? Мы приобретаем. А как мы приобретаем приспехи? Святость мы имеем сразу, а чистота – это процесс. Хорошо, окей. Скажите, пожалуйста, вы носите одежду, я так понимаю. Глядя на вас, я понимаю, что это кида. Извините, нескромный вопрос. Она у вас иногда пачкается? Откуда вы знаете? Вера берет, да? Откуда? Не знаю. Видит. Окей. Мы видим. Хорошо. Это первый способ. Мы можем увидеть. Второй способ. Нам могут сказать. Абсолютно верно. Третий. По запаху, да. Сестры обычно говорят про запах, который используют иногда от братьев. То есть, они уже знают, что пора им что-нибудь постирать. Уже пахнет. Четвертый способ. Ну, еще есть четвертый способ – откровение. Когда уже Бог приходит и говорит, пора стирать. Понятно, да? Так вот, в гаудоизме есть понятие нечистоты от греха. Грех, он что делает? Нас пачкает. И иногда мы знаем о том, что он нас запачкал. Иногда нам кто-то должен сказать. Иногда этот уже запах такой, что смердит. Да? Ну, и если ничего не помогает, то Бог уже приходит и дает откровение, что пора. Одежда сама себя может постирать? Да. Мы должны прийти к тому, кто может очистить нас. Мы не можем сами себя очистить. Мы должны прийти к тому, кто может нас очистить. Если мы не придем к нему, мы никогда не получим чистоты. Понятие чистоты неразрывно связано с Творцом. Понятие чистоты неразрывно связано с Творцом. Здесь все понятно? Понятно, да? Понятие святость – отделение. Это наша ответственность. Понятие очищения – его прерогатива. Только он может очистить. А отделиться должны мы. Он нам в этом поможет. Но это наша ответственность. Когда мы запачкались, наша ответственность прийти и попросить. Сами мы себя очистить не можем. Понятие отделения – наша ответственность, с которой он нам помогает справиться. Очищаемся мы периодически, по мере того, как запачкаемся. А хранить чистоту, святость, отделенность от мира – это наша ответственность, с которой мы должны справляться постоянно. Понятно, да? Перерыв. Потомуateringly, что мы поймем, это наша ответственность. Яobed Продолжение следует...